Пограничники Теперь речь идет о классическом межведомственном конфликте силовиков, который еще, судя по всему, получит продолжение. Военная прокуратура занялась расследованием обстоятельств произошедшего и свои оценки огласит позже. А пока побитые финполовцы намерены привлечь каждого из причастных к консиденту военнослужащих КНБ за вооруженные сопротивления представителям власти. Уникальные кадры драки силовиков. Репортажи нашего корреспондента в регионе Майи Шуакбаевой. Скандал на Казахстан и российской границе. Военнослужащие пограничного поста Орлю Тюбе, вооруженные дубинками, напали на сотрудников финансовой полиции. Все началось с того, что стражи порядка задержали младшего контролера пограничной службы при получении взятки в размере 5000 тенге. Как поясняют в Фимполе, военнослужащий систематически вымогал с водителей автомашин за транспортировку товаров народного потребления МЗДУ. С мужчиной сняли отпечатки пальцев и уже собирались заканчивать следственные действия, как в помещение ворвались 32 вооруженных дубинками пограничника. Шой! Фамилия! 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 Эй! Фамилия! Эй! Фамилия! Эй! Эй! Берите руки! Эй! 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 Прибыли дополнительно 20 человек пограничников с других смен и в результате пограничники, ощущив численное физическое превосходство, вооружившись дубинками, оказали сопротивление во дворе сотрудников финансовой полиции во двор поста. Было оказано вооруженное физическое сопротивление, после чего были уничтожены вещественные доказательства, приведена в неисправность аудио и видео записывающие технические средства. По словам финансовых полицейских, пограничники их избили, отобрали процессуальные документы, изъяли вещественные доказательства и даже мобильные телефоны. Выезд с поста борцам с коррупцией преградили автоматчики. 10 часов государственная граница была фактически парализована. Теперь расследованием инцидента занимается военная прокуратура. Военно-следственным отделом по Владарской группе Восточного ВСУ возбуждено уголовное дело по статье 321, части 2, оказание сопротивления власти, представителям власти. По данному факту задержано одно лицо, сотрудник пограничной службы. Подозреваемый в коррупции, пограничник сейчас находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждены сразу два уголовных дела и оба по статье о получении взятки путем вымогательства. Руководство пограничной службы в регионе пока не озвучило свою версию происшествия на посту. Скандал уже перерос в межведомственные конфликты. Вероятно, военные в скором времени все-таки будут обязаны ответить на многочисленные вопросы журналистов, прокуроров и самих финансовых полицейских. Продолжение следует...